Водгсн Уровень это ветка сборной Европы, тяжелые танки, девятка, которая стоит непосредственно перед 60 ТП Левандовского. Машинка, я бы сказал, для меня оказалась абсолютно проходной, я ее просто прошел, не открывал ни дополнительный двигатель, ни гусеницы, уж больно мне хотелось десятку, а вся ветка мне показалась какой-то такой, ну, унылой и крайне неинтересной. Почему она мне такой показалась? Я любитель хороших орудий и орудий быстрых. Данная машинка особо похвастаться на девятом уровне орудием не может. Да, 460 единиц урона, да, 8 вниз тоже вроде бы неплохо, но 14 секунд перезарядки это уж слишком много и, соответственно, 1990 единиц урона это уж как бы, ну, совсем так вот в притирку к минималке, которую можно было бы себе позволить на девятом уровне на тяже. Что же касается времени сведения, 6,2 это вообще какой-то мрак, честно говоря, и мне всегда этого в сведении не хватало, особенно если отыгрываешь где-нибудь на дальних дистанциях. Но это то, что касается конкретно данного орудия, но и моего субъективного мнения о нем. Что же касается всех остальных ништяков, которые можно пооткрывать на данной машинке, я закинул сюда амуницию, я закинул сюда боекомплект 10 голды для того, чтобы быть более там успешным в случае необходимости. Из оборудования, поскольку это был просто проходной для меня танк, открыл исключительно орудийный досилатель для того, чтобы увеличить время перезарядки орудия, простите, уменьшить время перезарядки, соответственно, увеличить количество шотов за минуту. Но в целом я не могу сказать, что прям сильно что-то на что-то влияет. Экипаж 75%, потому что данную машинку дальше я не катал и катать в принципе не собираюсь, она мне абсолютно как-то не зашла и не понравилась. Но обзорщик на нее сделаю и честно говоря, наверное, вот эти 75% экипажа будет более честным обзором на данную машину. Потому что в принципе, как правило, 60ТП он является той целью, к которой идут. А те кроссовки, в которых вы идете к этой цели, они в принципе потом ставятся куда-нибудь на полку, ну либо вообще просто выбрасываются из вашего шкафа. Вот то же самое для меня и 50ТП. А вот насколько тяжело на нем будет отыгрывать до 60ТП, мы сейчас закатимся в несколько каточек и посмотрим, что этот танчик может, насколько он сутажный в играбельности. Ну и, соответственно, насколько приятно, либо неприятно его выкатывать, на нем зарабатывать для того, чтобы открыть свою заветную десятку. Ну что, погнали в бой! Погнали в бой! В умелых руках становится имбой, ну и так далее. Не все мы являемся умелыми игроками, не все мы являемся водилами имбы. И, соответственно, мне кажется, что вам было бы интересно видеть, как тот или иной танк катается в руках, ну, абсолютно заурядного танкиста, не имеющего высокого уровня скилловости. Ну и, соответственно, не гоняющего за статистикой, а просто человека, который получает танчик, которому очень сложно расстаться с тысячей голды для того, чтобы просто взять и открыть стопроцентное умение экипажа. Ну, в общем, человека, который просто играет в танки и не готов ради них лишаться чего-то там ценного в виде, допустим, того же доната или еще чего-то. Поэтому, ребятки, уж не судите строго и подпишитесь на канал, буду вам очень благодарен. Итак, возвращаемся к нашему танчику. Танчик, в принципе, довольно комфортный по динамике. И сказать, что он какой-то там, ну, прям совсем грустный, нет, я бы не сказал. А вот это вот сведение, когда ты вот так вот становишься и начинаешь ждать у моря погоды, и ты реально не можешь нормально, вот только рассчитывая на просто то, что тебе подыграет сам противник, ну, это очень сложно. Безусловно, танчик хочется использовать исключительно в каких-то прямых стычках и лобовых каких-то столкновениях с врагами, потому что отыгрывать на дальнем расстоянии с таким сведением реально полный мрак. Ну, прям вот мрачнее может быть только, наверное, я не знаю, там 40 дней где-нибудь на кладбище. Итак, что касается перекатываться на данном танчике, как я уже сказал, довольно удобно, довольно комфортно. Что касается бронирования данного танчика, я бы сказал, что оно и вашим, и нашим. Как обычно, здесь проблема у нас с нашим нижним бронелистом, который тупо стоит прямо к противнику, и, заметьте, сандалят именно в него, и абсолютно этого не стесняются. Все прекрасно понимают, что это единственное место, в которое можно вот так вот с лету и легко пробить данный танчик. Соответственно, его и шить будут все время и постоянно. Что касается уронности орудия, да, орудие для своего уровня, в принципе, как для альфы, имеет довольно неплохой показатель. А вот что касается времени перезарядки, то оно оставляет желать лучшего, потому что, в принципе, хотелось бы стрелять немножко чаще. И это чаще, оно очень часто заканчивается очень плохо. Вы не успеваете отстрелить в противника, в то время как он вполне спокойно отстреляет в вас. Что же касается пробитий. Если не считать вот пробития сейчас у нас на корме сверху, то обратите внимание, что все остальное целило нам просто в нижний бронелист, который не имеет практически никакого угла склона, и, соответственно, в него прилетает, ну, прям вообще, мама не горюй. Никому и целиться-то особо никуда не надо. Просто бери и стреляй по нижнему бронелисту. В целом, не могу назвать танчик страдальческим. Он, в принципе, плюс-минус нормальный. Если вы рассматриваете его как танчик, на котором вы просто выкатаете себе десятку, то в целом катать можно. Но времени у вас на это немножечко все-таки уйдет. По углам склонения вот сейчас их очень сильно не хватает, и было бы неплохо, если бы углы склонения были чутка получше. Так, чтобы вот здесь сейчас враг вот так вот появился, и я что-то мог с этим сделать. Но стоило мне чуть-чуть сдать назад, пушка задралась вверх, ну и, соответственно, я никуда не попал. Так, ну, сейчас в любом случае я думаю, что шансы на победы есть, и я думаю, что эти шансы, они больше зависят не от меня и от моего мастерства, а больше зависят от Йоха, насколько быстро он заедет в тыл нашему врагу, и в нашу акулу начнет раскидывать свой барабан. Ну и, соответственно, если объект доживет и даст свой шот хотя бы на 600, ну, уже будет довольно-таки неплохо. В целом, от этого танчика вот в бою зависит, ну, я бы сказал, крайне мало. Вот сейчас-то редкая ситуация, когда мы типа смогли чем-то помочь. Как правило, этот танчик, ну, мало чего-то решает, на нем не держится ни наступление, ни оборона особо не держится. Я не знаю, может, где-нибудь, если там окопаться в каком-нибудь овраге и отстреливать исключительно от башни, то может быть. Но только проблема заключается в том, что у ВНов нет, а значит, вам необходим такой овраг, из которого будет ствол торчать. Так, по результатам боя 1790 единиц урона мы получили с вами с учетом 2х 2486 единиц опыта. Ну, делим пополам, получается где-то там, грубо говоря, 1200, да, будем, ну, правильно считаю, нет? Ну, да, получается где-то в районе 1200 единиц опыта за вот такую вот победу. Я бы не сказал, что мы отыграли супер, мы в серединочке вот здесь вот находимся, но, как правило, 60 ТП, он и есть вот здесь вот в серединочке, потому что время перезарядки, как я уже говорил, большое, соответственно, урон в минуту у него не такой большой, как у многих, кто будет с вами играть в одной команде. Закатываемся в следующую каточку, посмотрим, чего он сможет в этом бою. Как я уже сказал, мне этот танчик не нанес в душе каких-то вот таких вот отметок, которые хотели бы, чтобы этот танчик остался. Я его оставил исключительно для того, чтобы сделать обзор на него. Я его не катаю и, слава богу, я его прошел и забыл. На этом, в принципе, все закончилось. Если вы со мной не согласны, если вы считаете, что данный танчик годный, что его надо оставить у себя в ангаре, что он прям там нагибает и так далее, напишите какую-нибудь реальную ситуацию из ваших боев, опишите, в чем этот танчик действительно так хорош. Так, ну, честно говоря, ехать на этой машине с учетом скорости ее перезарядки и, в принципе, с учетом слабого бронирования в отношении вот того, что на весь танк приходится вот такой вот офигенный зеленый для врагов бронелист нижний, я, честно говоря, сам против ТТ, ну, в жизни не выеду. Вот они сюда все перекатились, я, честно говоря, ожидал их появления ближе к точке А, но уже как есть, так и есть. Сейчас поедем, помахаемся немножко с СТшками. С ними себя танчик, безусловно, чувствует немножко комфортней. Но дело в том, что, опять-таки, за время его перезарядки СТшки успевают откидывать в него довольно неплохо, ну, а ему, соответственно, это очень неприятно, потому что СТшки, ну, я бы сказал, без особых усилий могут пробивать вот этот вот словно известный нижний бронелист. Ну, а, как сейчас показывает наша вот эта ситуация игровая, пока я начал сводиться и что-то там как-то пытаться, то, соответственно, Е-75 дотянул, доправился, ну, и, соответственно, пробивать его уже некуда. Поэтому основными минусами данной машины, я не устану об этом повторять, являются абсолютно неприятный по играбельности нижний бронелист и ужасное время сведения, просто ужасающее. Плюсами данной машины есть сравнительная подвижность данной техники. Мне бы, честно говоря, даже язык не повернулся сказать на девятку, что ей было бы неплохо добавить подвижности. Вот хватает этой подвижности, да и хватает. Вторым плюсом огромным данной машины является очень хорошее бронирование сверху. То есть, если у вас будет получается отыгрывать где-то от башни, то, безусловно, эта машинка может прощать вам ошибки. Третий огромный плюс данной машины, как для девятого уровня. Разовый урон у данной машины, я бы сказал, очень-таки даже неплохой. Поэтому, в принципе, сказать, что машина прям, ну, совсем туфта, нет, не туфта. Просто, по моим личным ощущениям, машинка проходная. Для кого-то эта машинка, ну, возможно, покажется им бой. Кому-то эту машинку захочется оставить у себя в ангаре, в коллекцию, либо для того, чтобы когда-нибудь куда-нибудь ее выкатить. Ну, в общем, знаете, говорят, на вкус и цвет. Вот так и здесь, на вкус и цвет. Ну, а у каждого предпочтения свои. Вообще, в целом, вот такие вот бои на данном танчике, я бы сказал, что встречаются где-то в перемешку 50 на 50. То есть, в принципе, если ты, как я сейчас попытался в этом бою, не упрешься сразу во врагов, а будешь находиться от них чуть-чуть на расстоянии, пускать вперед своих, как бы, союзников для того, чтобы пытались отыгрывать по ним, а не по вам в нижний бронелист, то, соответственно, успех будет у вас в кармане, ну, в преобладающем большинстве боев. Итак, ребята, наша победа принесла нам следующие результаты. За 2000 нанесенного урона и один фраг, по сути, недобиток, особо не будем записывать на его счет, нам дали, в принципе, 1285 опыта, что является неплохим. Мы заняли третье место в команде по урону, и я думаю, что больше двух-четырехсот на данном танчике вы делать будете крайне редко. Уж долго он перезаряжается. Ну и уж тем более, если вы будете отыгрывать на каких-нибудь средних или дальних расстояниях, вас будет постоянно, ну, подкашивать долгое сведение. Оно реально очень долгое. Что же касается, в принципе, играбельности данного танчика и того, что о нем можно сказать. Если вы хотите себе 60 ТП Ливандовского, вам в любом случае придется пройти и эту машину. Не исключено, что для прохождения данной машины вы досыпите немного свободки. Но, поверьте, вам не придется прям совсем много свободки досыпать. И на этой машине, в принципе, за плюс-минус где-то там, назовем, 200 боев, вы можете себе вкачать Ливандовского, если немножко добавите себе с своей копилочки свободки. А так, в целом, машинка не является супер неприятной по прокачиванию, но все-таки придется немножко попотеть. А на данный момент у меня все. Если вы чем-то не согласны, пишите в комментариях. Если вы согласны со мной, тем более пишите в комментариях. Если вы не подписаны на канал, подпишитесь, пожалуйста, на канал и дайте возможность жить и развиваться моему начинанию, моему каналу. Спасибо вам большое за просмотр. Всех благ, всего хорошего. Ну и, как обычно, желаю исключительно мира вам в вашей жизни. Субтитры сделал DimaTorzok